Так, так, так. Перед началом видео хочу предупредить то, что я только что зашел в комнату. До этого я был в разъездах и прочих вещах, и поэтому моя комната выглядит не совсем улетно. Обычно отличается она тем, что у меня все структурировано и лежит, можно сказать, практически по полочкам. Сейчас практически ничего нет. В общем-то, всем здорово, всем привет! Сейчас у нас будет экскурс по комнате. А что это называется у нас? Это room tour, ребят. Сейчас вот сюда вот мы положим вот эту вещь. Надеюсь, она не упадет. Вот, я вот так сделаю. Во, отлично, супер! Сегодня у нас room tour по той причине, что 25 июля я собираюсь отсюда выезжать. Ну, либо 26 июля. Тут уже мы решим, какую дату. Это не так важно. Важно то, что мы сейчас должны обозрить то, где я жил большая часть времени. Это комната. Сюда я поселился не с, можно сказать, не с первого дня моего дня в общежитии. С первого дня я был в другой комнате, а сейчас я живу вот здесь вот. Это комната с 2016 года. Живу я здесь. А в общежитии я прибываю с 2015. Давайте немного свичнем камеру. Камера теперь направлена в эту сторону. Здесь у нас раньше был шкаф. Ребят, здесь был шкаф. Сосед его снес, который сейчас с нами не живет. Вот тут у нас лак такой висит красивый. Тут вентиляция, а тут тараканы ползут. Тут у нас повесился роутер красивым образом. Вот так вот. Это вот вещи соседа. Это моя кружка, кстати. Я своему соседу отдал вот как раз-таки ее. Можете спалить там номер карты, но я думаю, там не особо видно. В общем, эту кружку я подарил ему, потому что у него своей не было. И там еще провода тоже я ему отдал. Вот так вот здесь у него обычно лежит мусор какой-нибудь, и туда он все складывает. Это вот вещички, соответственно, его под кровать. Что у него? Под кровать тоже вещи различного рода, различного плана. Здесь его вещи тоже. А здесь уже начинается моя эра, мои вещи. Это, ну, конечно, сложно, не совсем прям супер, и оно грязное сейчас. Просто белые вещи я повесил сверху, потому что их нужно будет постирать. Ну, ладно, это отговорки. А так у нас вот такая вот вещь тут стоит. Это я взял как-то... Бесхозная вещь стояла, я ее взял, притащился в общагу. Тут у нас нарисованы всякие смайлики. Здесь тоже у нас нарисованы смайлики. Раз, два, три, четыре. Когда нечего делать, ты обычно дорисовываешь. Тут вот такая вот надпись красивая, модная. Тут у нас книжки. Это самое достояние. Я считаю, что самое главное в общаге – это не то, насколько обустроена красивая комната, а то, насколько у тебя тут богатство в плане интеллектуального, творческого и вообще различных рабочих обстановок. Сюда, если мы заглянем, это у нас кухонный шкаф. В кухонном шкафу у нас находятся вот такие вот гости. Привет, друзья! Здорово, как настроение? Все ли хорошо, все ли в отличном состоянии? Тут практически все мое находится, мои тарелки, мои... Точнее, то, что я привез из дома, и в том числе также мои принадлежности. Это надпись, не доделана до конца, потому что закончился здесь маркер. Типа, действуй как двухлетний, потому что... Ну, я считаю, что необходимо в жизни, мол, действовать как ребенок. Дальше, это у нас вентилятор. Я его использую обычно, когда танцую, сейчас его особо не использую. Тут у нас вещички, так, опа, тут подушечка. Тут письменные принадлежности где-то лежат. Да, вот мне письменные принадлежности. Здесь мусорные пакеты. Здесь киянка. Собственно, вот таким вот образом, чтобы тараканов давить. Здесь блендер, который я использую. Это кофе соседа. Я не пью кофе. Соседское. Соседское – это мое уже, мое достояние. Это тоже мой пакетик с чаем, который мне подарили в Монголии. А здесь вот очень интересный девайс. Если мы его подключим, если удастся нам это сделать. Минуточку. Давай. О, подключили. Сейчас мы сюда дойдем. Тут еще одна должна быть вещь. Так называемая пульт. Пульт от телевизора практически. Только... А, вот на. Сейчас мы вот таким вот пультом кликнем. И опа. Красиво. Можем сменить на цвет какой-нибудь, на чисто вот такое отмерцание, на такое. Ну, в общем, это я покупал для стримов. Раньше, когда я стримил, именно с камеры, повернутую в эту сторону, то оно светилось и было прям очень сладко да гладко. Вот так вот сюда. Текс. Этого дергаем. Теперь вначале нужно оффнуть. Это я, наверное, заберу в Питер, кстати. Очень прикольная вещь. Это мы уберем сюда. Ну-ка. Ой, еще один таракан. Кыш. Кыш. Божалуйста. Кыш, малыш. Супер. Здесь у нас мелочок лежит. Также находятся мои причиндалы сюда. Этот шкаф, на самом деле, очень функционально подобран. По той причине, что здесь в основном у меня вся лежит техника. Этот объектив практически не используется. Остальные используются. Эта техника у нас лежит. Кстати, вот это надо вернуть обратно тоже сюда. Техника, которая, собственно, у меня хранится. Этот обычно, этот девайс, эта полочка и вот эта полочка я обычно использую для всяких там бритв, для товаретной бумаги. И что-нибудь еще сверху накидываю, когда просто понимаю, что нужно что-то накинуть сверху. В общем-то бардак устраиваю. Внизу там обычно вещи, которые я вообще не достаю. Сверху лежат книжки и вот такая вещичка. Тут у нас тоже книжки. Я считаю, что книжки, опять же, это большое достояние нашего народа и наше общежитие. Данный комбик от этой гитары. Комбик это комбо-усилитель по-русски. Также здесь у нас лежат книжки. Раз книжка, два книжка, три книжка, четыре книжка. Они здесь лежат по той причине, что должны зайти, мол, люди, покупатели. Потому что я скоро выезжать буду и я хочу распродать часть книг. Как раз-таки у меня нашелся уже покупатель на вот эти вот две книги и на вот эти вот две книги. Считаю, я их подготавливаю для того, чтобы продать. Здесь у нас находится кровать с этой стороны. Я на ней сплю. Сплю на втором ярусе, потому что считаю, что когда ты спрыгиваешь со второго яруса, то сложнее намного заснуть. Иногда это правда, иногда это личный самообман. Здесь у нас раньше были клопы, сейчас клопов здесь не имеется. Кровать я обычно не застеливаю. Я оставляю вот таким вот образом. Внизу, 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 внизу. Что у нас тут? Внизу у нас графический планшет хранится вот в этой коробочке. Артист, Пен, что-то там. Питер Пен, Питер Паркер. И тут у нас коробочки тоже. Коробки, которые я не выкидываю, по той причине, что гарантия действует. Тут, в общем, от пианинки. Тут плюс еще мой круизер. Это как лонгвор, как скейтборд, только круизер. В общем-то, удобная штука. Отличие в том, что на нем можно разгоняться и в то же время делать, скажем, маневры. Укулелька, точнее, девайс от укулельки. Кейс плюс видеосвет, плюс вот этот тоже видеосвет. И вон там вот в этой коробочке это всякие гантельки. Я их не использую, потому что я считаю, что качаться надо не гантельками, а собственным весом. Так, что у нас еще? Это вещи, это компьютер, который тут стоит. Он с 2014 года у меня из дома. В 2014 году появился дома. Сейчас он здесь. Здесь вот колоночки, естественно. Проводочки. Все как надо. Все прям по технике безопасности расставлено. Наверху вот такие лампочки светятся. Отличительная особенность, этих лампочек сейчас покажу вот с этой стороны. Отличительная особенность, то что они очень яркие. И наша комната самая яркая, чем в других помещениях. Вот, посмотрите, без. С. То есть, очень прям ярко. Это у нас различные надписи. Кстати, некоторые уже выполнены. Поэтому можно, в принципе, стереть вот эти вот вещи. Опа, это я записывал то, что нужно было сделать. Это диплом необходимо было написать. Оп, я написал. Здесь тоже можно стереть. А тут у нас написаны, кстати, ники различных людей, которые были на стриме. И их никнеймы здесь. Вот такая вот пирожка. Пирожок. Здесь у нас находятся мои кубки. Кубки за победу в конкурсе непрофессиональных танцоров стартин. То есть, я как лучший танцор, лучший денсер получил его. И тут у нас за мафию в нашем университете тоже кубок за первое место. Тут книжечки, книжоночки, арт-спреи различные для рисования. Это фортепианка. Также где-то здесь у нас... А, вот этот кейс кладется сюда. Это у нас флейта. На флейте тоже играем. Но из-за того, что я сейчас был в разъездах и плюс писал диплом, то это не удавалось особо. О, это стабилизатор. И там где-то должен быть такой же, аналогичный. Это у нас столик так выглядит. Здесь у нас письменные принадлежности. Также ручки различные. Также... Вот, сейчас покажу тебе. Покажу сейчас шустро. Ой. Так, 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 так. Пожалуйста, пожалуйста, вновь возвращайся. Текс. Текс, 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 текс. Ага. О, ой. Ну, в общем, там у меня ручки и различные письменные принадлежности. Точно так же, как и вот в этой коробке. У меня тут плюс еще кисточки для рисования. Тут кулелька такая вот звенящая. И плюс вот эта штучка в виде нашего фортепиано. Очень красиво, славно, гладко, мне кажется. Что можно еще сказать? То, что это университет, Московский государственный университет геодезии и картографии. Я учусь здесь. Скажу так, то, что наша комната, это самая ужаснейшая комната, наверное, во всем общей жизни. По той причине, что она полностью практически разрушена. Это не причина вуза. Это причина наша. Потому что мы так жили здесь. И в основном я не хочу снимать ответственность себя, потому что я здесь все-таки жил. Но в основном это причина, из-за чего так разрушительно. Из-за того, что приезжал новый сосед. Постепенно он хотел сделать ремонт. По итогу срывал обои. Первый сосед, который здесь поселился, он сорвал обои. Новый сосед. Раньше тут были обои. Сорвал обои. И после чего уехал. Пропал в незвесть. По итогу я решил поклеить часть, но потом приехал новый сосед, снес шкаф и тоже решил переехать. По итогу у нас теперь не шкаф, а обои я дальше не стал доклеивать, потому что не захотел. Обои вот мне стоят, они уже стоят тут с 2017 года. Собственно, такие пироги. Здесь у меня вещи лежат, здесь сушатся также вещички. И здесь у нас утюжок. Утюг я использую, я кладу обычно вещи на вот этот вот стул и там глажу. Где я также чай завариваю, если завариваю, я завариваю здесь. Иногда отсюда выбегают тараканы еще. Сейчас, слава богу, никого нет. Даже здесь вроде тараканов... Никого. Вроде все вывелись там раньше, еще тараканы жили. Но сейчас даже вы за стрим только мертвых троих... Фу, не за стрим, за видео только одного, трех вот здесь увидели и все. Вот так вот выглядит комната. Вот так вот выгляжу я. Можем завершать это мы видео. Теперь вы знаете, как живут в общаге. Если хотите больше подобного плана, хотите посмотреть, как я готовил здесь пищу, то можете, в принципе, написать в комментарии, мне будет приятно. И на вот этой вот хорошей такой ноте мы будем завершать. Наверное, можно также показать блог, где мы живем. Но это мы можем показать и в следующий раз. Всем спасибо большое. Вот это был рум-тур такой вот по нашей комнате. Как живут студенты МИИ и ГАИК Московского государственного университета геодезии и картографии. Как здесь живу я практически 4 года. Конечно, не все время были такие условия. В какой-то момент начали разрушаться обои. Это в 2017-м произошло. Ну, точнее, 2016-2017. Потом в 2018-м начали разрушаться шкаф здесь был. И все, и пошло-поехало. Сейчас это выглядит просто как бомба убежища. Но самое главное, что нужно запомнить, главное не то, как живут студенты. Главное то, как вы живете с соседом душа в душу, если вы живете. Я, например, с новым соседом не особо живу, а с предыдущими прям хорошо было. Виталий был очень хороший сосед до этого. Он жил здесь со мной 3 года, и я был рад с ним пребывать вместе. И еще важно то, как вы наполняете комнату в плане атмосферы, книжек и т.п. Спасибо всем большое за просмотр. А как вы живете, можете написать в комментарии. Может, вы живете в общаге, может, вы живете в квартире. Может, квартира у вас выглядит лучше, может, хуже. Напишите. Может, вы из казармы вообще сейчас это смотрите. Всем хорошего дня, всем хорошее настроение. Пускай у вас 6 жизней будет солнышко яркое да славное. Всем бай-бай. А я 26 июля пока что планирую переезжать уже в Питер. Всем пока. Увидимся.